В Якутии отмечают положительную динамику основных показателей экономики. Это рост валового регионального продукта, инвекция промышленного производства, инвестиций в основном капитал. Об этом было сказано на очередном заседании правительства республики под председательством премьер-министра Галины Данчиковой. В повестке дня первым вопросом подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. В основном докладе первый вице-премьер республики, министр экономики Алексей Стручков, также отметил улучшение сальдирования финансового результата деятельности всех предприятий на территории республики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза. Итоги первого полугодия дают основания полагать, что и по итогам этого года положительная динамика роста основных экономических показателей будет сохранена. Но между тем мы также отмечаем ряд негативных моментов, которые у нас сложились по итогам первого полугодия. Прежде всего это, конечно, снижение реальных денежных доходов населения, снижение реальной заработной платы работников организации предприятий республики. Это, прежде всего, связано с ростом темпа инфляции, который сложился по итогам первого полугодия текущего года. Но, тем не менее, правительство республики Сахай-Акут сегодня приняло постановление, которое предполагает за оставшиеся полгода принять те решения, которые позволят сохранить текущую тенденцию социально-экономического развития нашей республики. Всего в повестку включили 18 вопросов, в том числе рассмотрели изменения в статью закона республики о социальном обслуживании граждан в Якутии, о предоставлении единовременной социальной выплаты на строительство жилого помещения семьям, имеющих 10 и более несовершеннолетних детей, об утверждении перечня особо ценных продуктов, продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории республики и другие вопросы.